Казахстан вновь у руля Всемирной Организации. Наша страна приступила к полномочиям председателя глобальной группы 32 государств, не имеющих выхода к морю. 16 стран Африканского континента, 10 Азии, 4 Европы и 2 Южной Америки единогласно признали лидерство Казахстана для достижения общих целей. Что объединяет их и как они намерены решать общие задачи в материале нашего собственного корреспондента в США Майра Абдрахмановой. После успешной работы в Совете безопасности ООН Казахстану вновь доверили ответственную миссию. Единогласно приняв решение об избрании нашей страны председателем в этой глобальной группе развивающихся стран, ее участники не сомневались в своем выборе. 32 страны с населением более 500 миллионов человек сталкиваются с общими проблемами, связанными с географической удаленностью, отсутствием прямого доступа к морю, изолированностью от мировых торговых и экономических возможностей. Несмотря на принятые декларации и программы действий, заметного прогресса в преодолении современных вызовов пока не наблюдается. Поэтому казахстанское председательство предлагает новые методы для координации аналитической и технической помощи со стороны международных структур данной группе уязвимых стран. Председательство будет длиться два года до конца 2021 года. Это достаточно большая ответственная работа, потому что сам Казахстан является самой крупной в мире территории, которая не имеет выхода к морю. Поэтому для нас председательство в этой группе стран является очень полезным, выгодным, потому что мы сами занимаемся этими вопросами, пытаемся найти решение тому, как улучшить транзит, как улучшить взаимодействие и выйти к мировым центрам торговли. Теперь такие заседания глав дипломатических миссий 32 государств, представители международных организаций и экспертов проводятся регулярно в штаб-квартире ООН. Участники интерактивного диалога уже отмечают инновационные методы в работе казахстанского председательства по выработке дорожной карты сотрудничества. Это очень важная встреча 32 стран, не имеющих выхода к морю, которые разрабатывают программу сотрудничества на региональном и глобальном уровнях. Председательство в Казахстане динамично и его можно ставить в пример другим. Участники заседания отметили, что усиление внедрения международно-правовой базы этой группы развивающихся стран является важнейшим фактором успеха. По словам постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, в первую очередь необходимо решать вопросы диверсификации экономики и развития экспортных возможностей стран. Мы встретились с представителями Европейского Союза, побывали в Вашингтоне, поговорили с Мировым банком, какие есть возможности для улучшения торговли, возможности для стран получить доступ к торговым центрам мира. Кроме того, на прошлой неделе состоялась поездка в Женеву, где также состоялись встречи с рядом организацией ООН. Дорожная карта представляет из себя весьма амбициозный документ, и в нем отражены очень важные цели, которые поставило перед собой казахстанское председательство. То, что уже было сделано Казахстаном, само по себе впечатляет. Ваше председательство презентовало свою программу в офисе ООН в Женеве, и мы поддерживаем эти инициативы. Венская программа действий по странам, не имеющим выхода к морю. Поддержка ООН 2030 с целями устойчивого развития и сотрудничества с транзитными государствами, учреждениями ООН, представителями частного сектора, научного сообщества будут в фокусе внимания казахстанских дипломатов во время двухгодичного председательства в глобальной группе 32 стран. Майрат Драхманова, Ренат Садыров, Хабар-24, Нью-Йорк, США.